Спасибо. Здравствуйте, уважаемые слушатели вебинаров. Сегодня наша тема «Одарённый ребёнок в современном мире». Мы с вами поговорим о одарённости, о признаках, о том, как можно выявить одарённость ещё в дошкольном возрасте, как постараться сформировать и помочь родителям и ребёнку не потерять данный вид одарённости, а затем как бы сформировать талант или гениальность. Что же такое одарённость? Мы все с вами знаем, что одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество нашей психики, которое помогает определить возможность достижения человеком более высоких результатов, результаты незаурядные в каком-либо одном виде деятельности или в нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Одарённый ребёнок – это ребёнок, который выделяется очень яркими, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности. Детская одарённость, она проявляется очень рано, можно сказать, даже в раннем возрасте. Многие психологи и педагоги, которые занимаются данной темой исследования, профессионально они считают, что одарённость можно выявить у ребёнка, начиная с девятимесячного возраста, то есть в младенчестве. Чем раньше будет выявлена одарённость, тем больше времени будет дано на реализацию её, на раскрытие и развитие одарённости как таланта. А психологи в большинстве, они единогласны, и впервые одарённость можно заметить по параметрам, определить у детей, начиная с 3-4 лет. И в этот момент можно рассмотреть задатки, как говорилось уже в младенчестве, в девятимесячном возрасте, но именно в девятимесячном возрасте и далее они будут проявляться нестабильно. А где-то с 3-4 года мы можем ярко видеть, какие склонности, способности ярко выражены у детей младшего школьного возраста. Развитием же специальных, наблюдающихся и отчётливо, которые проявляются способности, конечно же, целесообразно заниматься в сензитивные периоды. Это периоды, в течение которых развитие способностей идёт наиболее быстрыми темпами. И особенно успешно для разных способностей таких периодов. Конечно, они различны, но здесь, если мы вспомним психологию, мы знаем, что психология – это наука, которая изучает психику и психические явления. И когда ребёнок у нас рождается, с психологической точки зрения, это индивид, биологическое существо, которое имеет 5 основных параметров. Первый параметр – это у нас пол, мальчик или девочка. Второй параметр – возраст. С рождения начинается, отчёт времени. Затем третий параметр – это тип нервной деятельности, высшей нервной деятельности, торможение или возбуждение. Четвёртый параметр – то, что передаётся генетически от родителей. Это что у нас? Цвет волос, цвет глаз. То есть генетические данные. Затем пятый – конституция тела. И самое важное, где мы можем проявлять одарённость, просмотреть – это природные задатки. Когда индивид рождается, он рождается с большим количеством природных задатков. И эти задатки природные, они будут проявляться, если есть образовательная среда, развивающая образовательная среда. То есть ребёнок в какой-либо деятельности может продемонстрировать данные задатки. А окружающие – это родители или люди, которые осуществляют уход за ребёнком. Они что делают? Они видят, наблюдают за ребёнком и развивают эти задатки. Задатки развиваются, переходят в склонности. Склонности делать что-то лучше по сравнению со своими сверстниками. Если склонности закрепляются, в раннем возрасте ребёнок очень хорошо выполняет какие-либо виды деятельности по сравнению со своими сверстниками, они могут в дальнейшем сформироваться как способности. Например, наиболее сензитивный период для музыкальных способностей – это до трёх лет. Они очень ярко проявляются. Иначе говоря, чтобы у ребёнка были развиты музыкальные способности, нужно именно до трёх лет, чтобы он слышал живую музыку или рос в живой музыкально богатой среде. Вокруг него желательно, чтобы звучала настоящая музыка. Также можно петь песенки, в том числе и колыбельные. И наиболее бурное овладение ребёнком уже умственных возможностей – это начинается примерно с трёх-четырёх лет и длится до семи лет. Допустим, обучение иностранным языкам. Обычно с трёх лет ребёнок очень хорошо формируются данные по лингвистическим способностям. И также, возвращаясь к определению, что такое психология, мы сказали психика и психические явления. Психология изучает психика, она состоит из трёх компонентов. Три компонента. Первый – это сознание, второй – подсознание, третий – бессознательное. И маленький ребёнок, индивид, он что делает? Именно в сензитивный период, период новорожденности до года, он впитывает всё, что его окружает. И затем, что делает? Впоследствии, используя психологические механизмы, он воспроизводит. Психическим явлением, также я хотела бы проговорить, психология, психические явления делятся на три больших класса. Первый класс – это психические процессы. Второй класс – психические состояния и психические свойства. Психические процессы, их восемь, психология выделяет. Они очень важны. С рождением ребёнка все они начинают развиваться. То есть индивид, биологическое существо, появилось на свет, и все психические процессы начинают своё развитие. Они все прижизненные. При рождении, когда индивид рождается, одно психическое свойство – темперамент. Это врождённое свойство. То есть запомнить нужно, что с темпераментом мы все рождаемся. И на протяжении всей жизни на основе темперамента у нас формируется характер. А благодаря природным задаткам мы проявляем склонности к тому или иному виду деятельности. Склонности формируются в способности. Далее, если выдающиеся способности – это есть одарённость. А если одарённость, мы что делаем? Далее развиваем, переходят в талант. И самая высшая ступень развития природных задаток – это гениальность. Основными признаками и специфическими чертами одарённости в детском возрасте являются… Детский возраст мы с вами знаем от года до трёх лет раннее детство. Что же мы можем в этот период увидеть у наших маленьких детей? То, что это лёгкость в обучении и быстрота усвоения материала. Ребёнок обладает большим запасом слов, не всегда соответствующему возрасту. По словарному запасу можно сказать, что по данным Всероссийской организации здравоохранения в 20 веке говорилось и прописывалось, что ребёнок до года, он где-то в 7-8 месяцев, у нас произносят звуки, слоги, и к концу первого года уже умеет говорить словосочетания, простые предложения. Но если мы берём данные по 21 веку, здесь немножко картинка будет другая. Почему? Потому что мы все знаем, что дети у нас рождаются относительно здоровыми. И тот критерий, который мы просматривали в 20 веке, он не всегда применим в 21 веке. Сейчас у нас дети многие очень поздно начинают говорить, произносить звуки, слова. И мы не можем требовать, чтобы к одному году ребёнок имел словарный запас где-то 100 слов. Очень немного детей в младенческом возрасте в конце первого года проговаривают слова. Но такие дети есть, на них нужно обращать внимание. Если мы говорим о одарённых детях, то словарный запас у них очень богатый. До 150 слов, иногда доходит до 200 слов. Отлично также развитое логическое мышление у одарённых детей. Они схватывают материал, можно сказать, на лету. Почему? Потому что у них очень хорошо развита память. Они дисциплинированы. Отмечается иногда даже педантичность в наведении порядка. Особенно игрушки, инструменты, если они занимаются каким-либо видом деятельности. И, конечно же, эти дети отличаются гибкостью ума. Критерия выявления одарённости. Выявляются некоторые основные критерии. Во-первых, это активность, динамичность интеллектуальной деятельности. Затем второй критерий – это наличие конкретных знаний и умений в определённых предметных областях. И даже общие учебные умения и навыки. Систематическое самообразование. Затем креативность. То есть они умеют применять стереотипные алгоритмы в новых обстоятельствах. Темпераментальные особенности – это темперамент. Затем активность и саморегуляция в деятельности. То есть у детей одарённых высокая мотивация и самостоятельность в деятельности. На вопросы в чате я позже отвечу, уважаемые слушатели. Одарённость обеспечивает не успех в какой-либо деятельности, а она даёт только возможность достижения этого успеха. Допустим, проявляется склонность к какому-либо виду деятельности. Получается, задача родителей или тех, кто занимается воспитанием ребёнка, предоставить образовательную развивающую среду, чтобы вот этот род, вид деятельности, что сделать? Сформировать, развивать и затем сформировать. Кроме наличия какого-то комплекса способностей для успешного выполнения деятельности, человеку, конечно, необходимо обладать определённой суммой знаний, умений и навыков. Одарённость обычно проявляется в разносторонних способностях, и она всегда граничит с талантом. А талант – это способности к определённой деятельности, которые проявляются уже как творчество. Одарённость понимается как комплекс задатков. Вот природные задатки, о чём мы с вами говорили. Задатки проявляются. Если благоприятные условия есть, то они переходят в склонности, а склонности формируются в способности. Способность может сформироваться только в том случае, если у ребёнка есть интерес, и интерес в высокой степени. Также есть мотивация к определённой деятельности. Вот здесь мы говорим уже о специфической одарённости. А также выделяется разноплановая деятельность. Если разноплановая, здесь можно говорить уже о общей одарённости. Талант же понимается как творческая одарённость. А гениальность – это высшая ступень развития одарённости. Гениальный человек, он создаёт, конечно же, уникальные творения, которые признаются цивилизацией. И в связи с этим появление гения среди человечества является очень редким явлением. Где-то один гений на один миллион рождается. Также можно выделить психологические особенности одарённых детей. Одарённость, она очень хорошо проявляется в дошкольном возрасте. И дети обычно одарённые, они проявляют свою умственную способность и подготовленность к школе в раннем возрасте, дошкольном. Но психологически они могут быть не готовы к обучению в школе. Поэтому одна из психологических особенностей одарённых детей – это неприязнь к школе. Когда они поступают в школу, в первый класс, у них могут быть некоторые проблемы, некоторые трудности по отношению к школе. Здесь желательно как бы в игровой форме замотивировать ребёнка для того, чтобы посещать школу, для того, чтобы развивать свои способности, данные по или иной виду деятельности. К психологическим особенностям также относятся игровые интересы, низкий уровень комфортности, погружение в философские проблемы. Иногда учителя начальных классов, они как-то, можно сказать, сторонятся одарённых детей. Почему? Потому что эти дети иногда при ответе на вопросы учителя могут проявлять некоторые философские суждения. Не всем учителям это нравится. Есть учителя, которые поддерживают одарённых детей, пытаются раскрыть, помочь родителям для того, чтобы эту одарённость не потерять. Но как бы в начальных классах, в среднем звене, даже, можно сказать, в старшем звене, в школе, в общеобразовательной, там создаются определённые условия, чтобы развивать одарённость. Далее ребёнок, если поступает в университет, там также есть определённые условия для развития. Ну а после, скажем, завершения обучения в высшем учебном заведении, иногда бывает, что молодые люди, они теряют свою одарённость. Почему? Потому что нет, можно сказать, сопровождения. Одарённых детей в школе всегда сопровождают и родители, и учителя, и воспитатели, да, там педагоги дополнительного образования. А когда уже сформированная личность, после завершения высших учебных заведений, они предоставлены сами себе, иногда, может быть, некоторые такие, скажем, у них создаваться могут какие-либо трудные жизненные ситуации, и одарённость, она становится скрытой. Очень много как бы есть молодых людей, которые, скажем, становятся среднестатистическими. Здесь также психологические особенности – это несоответствие интеллектуального развития и физического развития. Но интеллект, конечно же, у одарённых детей, он выше по сравнению с своими сверстниками. Также можно выделить здесь особенность стремления к перфекционизму у одарённых детей, потребность к повышенному вниманию взрослых, то есть о чём я говорила, да, сопровождение, поддержка. Одарённых отличает высокая чувствительность во всём. Они очень чувствительные, одарённые дети. У многих высоко развитое чувство справедливости. Они способны чутко улавливать изменения в различных общественных отношениях. Новые веяния времени в науке, в культуре, в технике, они очень быстро схватывают, очень адекватно оценивают характер этих тенденций в обществе, да, и могут даже как бы вести беседы в классе на классных часах, да, и иногда они помогают учителям, то есть если в науке есть какие-то новые там явления, да, раскрываются, эти дети могут учителям помочь в раскрытии тех или иных тем. Одарённые дети, конечно же, они обладают высоким потенциалом в той сфере деятельности, в которой как бы вот эта одарённость проявляется. Американский психолог Джозеф Рензули, он считает, что одарённость лежит именно на стыке способностей к какому-либо делу, креативности и мотивации. Одарённых детей часто называют вундеркиндами. От немецкого вундеркинд – это чудо-ребёнок. Но эти понятия, конечно же, следует различать. Это два различных понятия – одарённость и вундеркинд. Два различных понятия. Одарённые дети, они отличаются высокой нормой развития. То есть определённый потенциал, который может развиваться, если есть развивающая образовательная среда, да, и затем перейти в талант. А если такой среды развивающей нет, нет поддержки, нет сопровождения, то такая одарённость, она может заглопнуть, можно сказать, станет скрытой, вективной ребёнок, да, вективность, такое понятие ещё использует, скрытой. Одарённым в той или иной сфере считается, конечно, каждый 50-й ребёнок. То есть каждый 50-й ребёнок, рождённый, да, он может быть одарённым. Среди 50-ти рождённых детей одарённых. Вундеркинды же с ранних лет они опережают нормы развития, они демонстрируют культурно значимые достижения. Например, мы все знаем, да, Моцарт создал свои первые фортепианные произведения в 5 лет. Например, математик Паскаль в свои 9 уже написал научный трактат. Вундеркинда рождается 1 на миллион человек. То есть одарённых детей рождается намного больше, а вундеркинда только 1 на миллион. Также можно как бы представить некую классификацию, но это как бы единая классификация, как таковой нет. Но психологи выделяют 5 типов одарённости. 5 типов одарённости. Это интеллектуальная одарённость, академическая одарённость, креативная одарённость, социальная одарённость и психомоторная одарённость. Сейчас мы вкратце раскроем. Интеллектуальная одарённость. Она характеризуется повышенной наблюдательностью, концентрацией внимания, способностью анализировать информацию. Такие дети, которые обладают интеллектуальной одарённостью, они отличаются высоким IQ, обладают сильным критическим мышлением и, как правило, преуспевают в каком-то одном предмете. Это вот интеллектуальная одарённость. Академическая одарённость подразумевает отличную память. Такие дети легко усваивают школьный материал, могут обучаться самостоятельно, потому что процесс учёбы приносит им удовольствие. Как правило, они способны пройти программу несколько классов за один учебный год. Такие дети есть учащиеся, вот у них академическая одарённость сформирована. Креативная одарённость может проявляться в богатой фантазии и нестандартном мышлении. В частный случай это творческая одарённость, то есть склонность детей к рисованию, танцам, музыке, стихосложению, актёрскому мастерству и другим искусствам. То есть вот эта креативная одарённость, она проявляется в раннем возрасте. Очень рано, до года. И если, допустим, родители или воспитатели видят в ребёнке такие, скажем, задатки, желательно их развивать. Сейчас очень много различных средств, допустим, рисования у нас. Пальчиковые краски есть специальные, музыка, как говорилось, стихосложения. Ведь дети, которые очень рано начинают говорить, различные стихотворения, песенки сочиняют. Вот это нужно у детей как бы формировать. Давать им пищу, давать им площадку для развития этих способностей, посещать различные детские площадки, где он может продемонстрировать свои склонности, поддерживать. Социальная одарённость, она заключается в наличии лидерских качеств, то есть в обществе, да. Высокий уровень эмпатии демонстрируется, интуиции, яркая харизма. Такие дети могут непринуждённо общаться с людьми разных возрастов и часто обладают врождённым эмоциональным интеллектом, восприимчивостью к чувствам других. Обычно дети одарённые, да, если вот мы просматриваем социальную одарённость, они начинают общаться не со сверстниками, а именно со старшими по возрасту. Почему? Потому что они как бы умеют строить коммуникацию, да. Они понимают, что взрослые не ровесники, а более старшие дети понимают. И иногда даже они становятся лидерами в этих группах. Родителям и учителям желательно увидеть и поддержать таких детей и как-то что сделать их в классном коллективе, в школе, дать им возможность проявить вот эти социальные, свою социальную одарённость. Психомоторная одарённость, она предполагает опережающий возраст, физическое развитие. Такие дети с ранних лет уже проявляют интерес к подвижным играм и спорту. То есть, также мы знаем очень много примеров, да, когда дети в 5 лет, в 6 лет, в 7 лет демонстрируют определённые высокие, скажем, результаты в каких-то видах спорта. Это психомоторная, физическая, да, одарённость, и ещё говорят. Как же выявить одарённого ребёнка? Мы уже знаем, что одарённость – это результат очень сложного взаимодействия наследственности, потому что природные, да, задатки, наследственность. Затем окружающая среда, развивающая среда, воспитательная среда даёт возможность воспитать этого ребёнка. Он одарённость проявляет, а те, кто осуществляет уход за ребёнком, они предоставляют определённые условия, воспитывают, да. И в то же время, вот этот маленький ребёнок в раннем возрасте, он уже занимается саморазвитием. В 50% случаев особые способности ребёнка, они проявляются в 5-6 годах. В 50%. А к 8 годам они уже раскрываются в полной мере. И желательно впоследствии вот эту одарённость как бы поддержать, поддержать и формировать. На сегодняшний день не существует единого метода, который позволил бы точно определить, одарённый ребёнок или нет. Но психологи используют комплекс разных тестов. В данном случае можно использовать вот тест для оценки уровня интеллектуального развития, который применяется, это применяется стендфордский тест достижений, да. Он возрастной, для подростков, для младшего школьного возраста. И второй – это для выявлений творческих наклонностей тест Торренса. То есть вот эти тесты можно применить, если вы наблюдаете, что у ребёнка есть одарённость в каком-либо виде деятельности. В домашних же условиях, в домашних условиях выявить одарённость ребёнка можно только наблюдая. То есть родители или лица, которые осуществляют ход для ребёнка, они наблюдают, как ребёнок проводит время, какие темы вызывают у него интерес, да. Также можно помочь ему искать для себя какой-либо вид деятельности, то есть что ему нравится, чем бы ему хотелось заниматься. Некоторые факторы, которые могут указать на одарённость ребёнка. Эти критерии не являются обязательными, но время от времени они могут проявляться. То есть нужно наблюдать. И если мы видим эти критерии, то желательно давать пищу, давать больше различных упражнений, видов деятельности для того, чтобы рассмотреть, есть ли данные одарённости или нет. То есть какие критерии? Раннее развитие. Раннее развитие. Педагоги об этом говорят, и физиологи, и психологи. Раннее развитие что? Мы все знаем, что сейчас наши дети новорожденные, до года, у многих демонстрации идёт раннего развития, то есть акселерации. Они раньше начинают присаживаться, по норме 6 месяцев, 7 месяцев, некоторые дети 4,5-5 месяцев уже присаживаются, затем начинают ползать, ходить раньше. Акселерация, можно сказать, то, что если физиологически многие дети у нас не ползают, сразу они вертикализируются, начинают ходить, но это также нежелательно. Почему? Потому что мы все знаем, что желательно, чтобы ребёнок ползал, когда он ползает на четвереньках, у него укрепляется позвоночник, нижние конечности, и в будущем это будет хорошая физическая подготовка. Ну, а если ребёнок сразу вертикализируется, там нужно наблюдать и укреплять именно позвоночник или нижние конечности. Почему? Потому что, если он, допустим, маленький ребёнок начинает сразу ходить, у него могут быть проблемы с ножками. Там что может быть? Плоскостопие может быть, искривление может быть, различные такие физические нарушения могут возникнуть. Если мы видим также у ребёнка хорошая концентрация и память, причём это у нас маленький ребёнок в раннем возрасте, дети, одарённые дети, они очень внимательны, они длительное время могут сидеть, слушать сказку, чтобы узнать, что уже там в конце произойдёт, или они очень длительное время могут сидеть и выполнять какой-либо вид деятельности, или рисовать, или что-то собирать, конструировать. И память, допустим, стихотворение, если они где-то что-то услышали, или песенку, они могут или напеть, или повторить это стихотворение. Развитая речь у одарённых детей, подвижное мышление, богатая фантазия и, конечно же, познавательный интерес. Вот некоторые критерии. Таким образом, чтобы выявить у ребёнка одарённость, оно не должно быть самоцелью. Любого ребёнка желательно что сделать? Помочь раскрыть то, что природа ему заложила. У каждого ребёнка есть определённые природные задавки. И задача родителей помочь эти задавки раскрыть в раннем детстве. То есть раскрыть потенциал ребёнка. Ну а если же родители чувствуют, что ребёнок одарённый, желательно вот этот потенциал раскрыть. Но ни в коем случае это не должно быть самоцелью. Для этого нужно, конечно, поошарять увлечение детей, даже если они не кажутся чем-то стоящим. То есть если ребёнку нравится этот вид деятельности, если он не опасен, не травматичен, то, конечно же, желательно, чтобы ребёнок этим увлекался. Почему? Потому что, может быть, там проявится в дальнейшем какая-либо одарённость. Конечно же, одарённые дети, они, в отличие от среднестатистического ребёнка, они нуждаются в особом подходе. И вот этот подход, он построен на нескольких принципах. На нескольких принципах. Первый принцип – это опора на мотивацию. Опора на мотивацию. То есть обучение должно подпитывать врождённый, познавательный интерес ребёнка. Следующий принцип – это свобода выбора. Свобода выбора. Школа, как бы, желательно, чтобы предоставляла ученикам право получать знания, а не заставлять изучать то, что не нравится. Индивидуализация. Она предполагает, что у ребёнка должна быть возможность уделять больше времени предметам, которые ему интересны. Следующий принцип – это уважение самостоятельности. Одарённым детям важно самим находить ответы. В классе, в школе, разжёвывание материала, оно наоборот убивает мотивацию учиться. И поэтому одарённые дети, они обычно говорят, что в школе им не интересно, я не хочу учиться в школе, да, это мне неинтересно. Свобода самовыражения. У одарённых детей почти на всё есть своя точка зрения. Почему? Потому что у них философское мышление. Важно, чтобы они могли её без проблем выражать. То есть возможность в школе на уроке, чтобы он выговорился, проговорил, то есть учителям, как бы это сложно. Не было, сколько бы времени не занимало, да, желательно, чтобы ребёнок как бы рассказал, сказал о своём мнении. Проектная деятельность. То есть одарённые дети, они любят разрабатывать проекты. Они и желательно как бы таким детям предлагать. Почему? Потому что именно в разрабатывании проектов задействуются разные способности детей. Развивается интерес, пробуждается интерес. Также групповая работа, принцип групповой работы. Мы знаем, что многие одарённые дети, они интроверты или индивидуалисты. Работа в небольших группах, она позволит им развивать коммуникативные навыки. принцип терпимости. Некоторым одарённым ребятам, конечно, тяжело соблюдать школьные правила, особенно если они не видят в них смысл. Одарённые дети всегда в любой деятельности должен быть смысл. Они уже предвидят результат. Учителя должны относиться к этим вот особенностям одарённых детей, конечно же, с пониманием. следующее, как бы, не принцип, а условие подготовки учителей. Желательно, чтобы учителя знали, как работать с одарёнными детьми. От учителей требуется чуткость, развитая эмпатия, широкий кругозор, творческое мировоззрение, для того, чтобы именно поддержать такую категорию одарённых детей. Школы. Здесь по школам, что можно сказать. На данном слайде я представила это основные школы, где в России, где как бы можно определить на конкурсной основе принимаются дети для обучения. А так, в городах, в больших городах есть специальные школы, которые ориентированы на одарённого ребёнка. Здесь вот школы, которые отвечают данным условиям, в России их немного, конечно же, большинство их расположено в крупных городах, но наиболее известны это вот школа-интернат МГУ имени Ломоносова, затем лицей высшей школы экономики, школа-интернат интеллектуал, школа также в Москве есть, образовательный центр, школа-интернат в Владивостоке, губернаторский цветлицкий лицей. Ну, а во всех больших городах есть специализированные школы, где на конкурсной основе как бы принимают учащицы младшие классы, младшие, затем и в средние и в старшие, где создаются определённые условия для развития того или иного вида одарённости. Один как бы из вариантов обучения юных талантов, которые предлагаются и он прописан в законе образования ФЭДА, это семейное образование. Родители сами могут подобрать для ребёнка подходящую программу, создать комфортные условия для занятий, то есть как бы нанять преподавателей, учителей, да, и организовать семейное образование. Такое тоже возможно, в законе образования прописано. семейное обучение, оно позволяет уделять больше времени именно дополнительным занятиям, совмещать учёбу с гастролями, если, допустим, ребёнок творческий, да, или спортивными соревнованиями, или проходить программу быстрее сверстников, опережающие обучение, такое также возможно. Презентация не всё. И сейчас я отвечу на ваши вопросы. «Вопросы». 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 Может ли операция у ребёнка 2 года 2 месяца повлиять на то, что он стал говорить в 3 года только? Это по поводу данных Всероссийской Организации Здравоохранения, но мы не можем как бы шаблонно подходить. Из психологии мы знаем, что каждый ребёнок индивидуален и его психические процессы развиваются в индивидуальном порядке. Ребёнок в 3 года говорить начал, это уже хорошо. Несмотря какая, конечно, операция. есть дети дошкольном возрасте, которые в 4 года что-то там говорят, у них каша. И, допустим, мама только может понять, о чём говорит ребёнок, а воспитатель и педагоги дополнительного образования они вообще не понимают. это, конечно, очень печально, но родителям нужно что сделать? Желательно обратиться к специалистам, к логопедам, дефектологам, для того, чтобы, в первую очередь, нужно, конечно, обратиться к медикам, если в 4-5 лет ребёнок не говорит, обратиться к медикам. Почему? потому что нужно определиться там, может быть, какие-то органы, да, ухо, горло, нос, или что-то, может быть, какая-то патология. Если с медицинской точки зрения нет никаких проблем, то обратиться к логопеду. Обращать внимание нужно родителям и воспитателям дети должны как бы в норме говорить уже к 2-м годам, вот и 6-2 года. Если говорить, что значит говорить? Они могут произносить слова, словосочетания, составлять простые предложения. Это я сейчас не говорю об одарённом ребёнке, я говорю о нормах, о среднестатистическом. Для чего? Если ребёнок не говорит, то идёт замедление развития психических процессов. Здесь может быть и нужно проговорить психические процессы. Я назвала их 8. Какие психические процессы? Это ощущения, восприятие, представление, речь, память, мышление, внимание, ощущения. то есть вот эти все психические процессы, они начинают развиваться. Мы знаем, что речь и мышление это высшие психические процессы. Если ребёнок не говорит, значит мышление, формирование мышления начинает что делать? Тормозить. Если мышление, как психический процесс, идёт торможение, то и внимание, и память, и все другие психические процессы, они тоже притормаживают. До, скажем, до школьного возраста у ребёнка допонятильное мышление, а когда ребёнок уже поступает в школу, первый класс, там, начиная с семи лет, уже понятильное, ну, ближе к подростковому, младший подростковый возраст, там уже начинает формироваться допонятильное мышление. До этого допонятильное. Конечно же, желательно развивать, но здесь, как я поняла, воспитатели и учителя в раннем возрасте у вас может возникнуть такой вопрос, да, а как же развивать у ребёнка способность говорить, да, чтобы ребёнок как можно раньше начал говорить. То есть вот индивид биологическое существо ребёнок принесли его домой, да, в семью из роддома и желательно окружающие, кто осуществляет уход за ребёнком, как можно больше разговаривали с ребёнком, чтобы ребёнок слышал правильную речь, правильную. Клубельные песни нужно петь маме, самой, маме, бабушке или кто осуществляет уход за ребёнком, чтобы он слышал живую речь. Стихотворения короткие нужно читать, сказки короткие читать. То есть ребёнок должен слышать, слышать живую речь. В этом случае, конечно же, мы даём толчок развитие его психических процессов. Далее, ребёнок у нас, допустим, можно использовать с трёх с половиной месяца. Есть у нас определённые карточки с животными, начиная с домашних животных, можно показывать эти карточки на А4. Ребёнку называть животного, допустим, домашнее кошка, собака. Ребёнок что делает? Смотрит, он уже как бы визуализирует три с половиной месяца на расстоянии где-то 50 сантиметров нужно показывать этот рисунок не ближе, на расстоянии 50 сантиметров и называть домашние животные, затем дикие. Но домашних животных желательно. Почему? Потому что когда с ребёнком выходят на прогулку, можно эти животные что сделать? Показать живых. Сначала он видит на рисунке, на фото, а потом он видит живую собаку, кошек, птичек можно показывать, также и деревья, то есть всё окружающее ребёнка, предметы, живой, неживой природы, нужно ребёнку что делать? Сообщать об этом. Так мы что делаем? мы формируем его память, то есть идёт что? Визуализация, идёт воображение, формирование психического процесса воображения, то есть закладываются определённые понятия и даже ощущения, как сформировать ощущения. Допустим, ребёнок в раннем возрасте, мы же кормим даже младенца яблоком, пюре яблочное, нужно показать яблоко в игровой форме, можно прочитать, сочинить сказку про это яблоко, то есть даже процесс кормления должен быть в игровой форме, этим самым родители могут стимулировать формирование речевого аппарата. Если ребёнок слышит, он начнёт что делать? Подражать и издавать определённые звуки. Сначала это будут звуки, затем будут слоги, затем слова, словосочетания и предложения. Все дети они индивидуальны, при рождении можно сказать все дети одарённые, почему? Потому что у нас у всех очень большое количество природных задатков, единственное мы не можем что сделать. Их увидеть, их дети проявляют, но взрослые они из-за того, что недостаточно времени или может быть и нет желания для занятия с детьми, мы вот этот процесс как бы пропускаем и ребёнок у нас становится среднестатистическим. даже если у ребёнка есть какие-либо нарушения, небольшие отклонения, но если это не умственное, не затронули умственную деятельность, различные упражнения, развивающие упражнения, они могут помочь, что сделать, подготовить ребёнка именно к школьному обучению. постарайтесь как бы сформировать правильную речь у детей, а если ребёнок начинает позже говорить, позже, и процесс дошкольного этапа, скажем так, не сформирован, и в первом классе могут быть определённые трудности. Почему? Потому что школьная неуспеваемость, она почему появляется? Потому что ребёнок начал позже говорить, у него небогатый словарный запас, он как бы читает, но читает, скажем, медленно, или вообще не любят читать. Старайтесь сами вслух читать, пусть даже это ребёнок маленький, в раннем детстве, они от года до трёх дети любят книжки, сейчас проблем с этим нет, есть специализированные издания, многие из вас воспитатели наверное видели, да, с крупными буквами, со слогами. Так, вопросы в откладке, а, ещё вопросы, я посмотрела. Так, не знаете, проводи исследования, да, взаимосвязь темперамента и одарённости детей, такие исследования есть, кандидатские диссертации есть, существует ли статистика между обычными детьми одарёнными в России. Ну, по поводу одарённости постсоветской, вы имеете в виду 20 веке? Вообще, если говорить про 20 век, да, среднестатистические, там и люди ОВЗ, да, ограниченные по возможностям здоровья, да, инвалиды, как бы, как таковой статистики не было, и по одарённым особой такой статистики не было, но в наше время, как бы, исследования ведутся, и по одарённости очень много работ, и очень много рекомендаций, есть рабочие специальные тетради для дошкольного возраста, для младшего школьного возраста, с чем связано вскоренная акселерация современных, вскоренная акселерация, но если с точки зрения психологии рассматривать, здесь очень много причин, так же, как, значит, одарённость, да, одарённость, это же тоже отклонение от нормы, отклонение от нормы, почему, только с положительной точки зрения, потому что отклоняющиеся поведения, это выход, есть определённая норма, а отклонение, это отклонение от нормы со знаком минус или со знаком плюс, да, одарённость у нас отклонение, отклоняющиеся поведения в положительную сторону, эти дети также, как бы, может быть, даже требуют больше внимания, чем отклонение со знаком минус, и если говорить именно об ускоренной акселерации у современных детей, когда мы говорим об отклоняющемся поведении, здесь три концепции, первая концепция это биологическая, то есть врождённая генетическая, да, просматривается, вторая концепция, она психологическая, есть определённые психологические взаимосвязи и с этим связаны, и третья концепция это социальная, вы можете посмотреть по этим концепциям, так, можно посмотреть Гологузова, Мензинура Ахмедзиана, социальная педагогика, учебник социальная педагогика, там есть раздел отклоняющийся поведения, можно посмотреть социология Кравченко, и можно посмотреть уже психология, психология это будет психология раннего развития, да, если акселерация, на этот вопрос можно почитать целую лекцию и вскоре на акселерация, так, ослеживается ли какая-нибудь связь между одарённостью родителей и детьми или жанрами, пусть где-нибудь так, но если допустим отвечая на данный вопрос, прослеживается ли какая-нибудь связь между одарённостью родителей или их детьми, да, допустим, если родители одарённые, ну как, родители одарёнными не могут быть, если они в детстве были одарёнными и эта одарённость проявилась, если её сформировали, то она проявляется как талант, если родители талантливы и в дальнейшем ребёнок как бы воспитывается, развивается в данной среде, то, конечно же, могут быть предпосылки, но там уже могут быть, может быть, даже не одарённость, а развитие специальных способностей, или всё же на детях гених природа отдыхает, да, но, знаете, здесь всё зависит от генетической составляющей, допустим, я могу привести пример, да, что вот у нас в ВУЗе родители профессора, доктора наук, физико-математических наук, это уже 20 лет тому назад было, у них родился сын, то есть оба такие научные деятели, да, профессора, у них родился сын, и генетически там было, скажем, заболевание на генетическом уровне, сейчас это называется расстройство аутистического спектра, но в то время как бы и шифра не было, и как такового, скажем, и диагноза, да, не было, но, несмотря на это, у него интеллектуальная составляющая не была утеряна, ребенок, сын окончил школу, окончил вуз, стал, как бы, аспирантуру окончил, кандидатом физико-математических наук, в данный момент он за рубежом, в Германии, уже длительное время как бы работает, то есть природа не отдохнула. девочка, это дедушка. и на этом, мы с вами завершим. Спасибо большое за внимание, что вы уделили время свое. вопросов, по-моему, больше нет. Была рада с вами снова встретиться и быть полезной. Субтитры сделал DimaTorzok